Вот так вот, да? Да, конечно. Сейчас, я тогда давайте лучше на кухню пройдём. Так, мы всем говорим, что у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, 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 я не против. Скажите, не против. Не против. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Скажите, вот хожу в храм, исповедуюсь. Причащаюсь, но грех как бы, ну как, не уходит. А что за грех не уходит-то? Вы как ощущаете это или в самом деле, что это незаконная связь какая-нибудь с женщиной? Значит, я вот курю, и вот бывает блуд у меня. И бывает что? Блуд, блуд. Не пойму слово это. Блуд. Бунт? Нет, блуд, блуд. А блуд, ну ничего себе. Так а зачем же вы ходите, причащаетесь-то? Это же смертельно опасно. Вы можете заболеть и умереть в этом. Апостол Павел говорит, которые недостойно причащаются, больны и немало умирают. Это не мои слова. А что бы вы мне посоветовали? Ну что советовать? Драть тебя надо как следует, как сидорову козу. А то далеко не достать. Там казаки-то у вас есть, казаки. Чтобы они вас отодрали как следует. Когда люди занимаются нехорошим, в Новосибирске есть поркотерапия. Пилипенко, профессор. Ему там сколько надо платит, он с ним разговаривает. А потом его дерут розгами. И любая болезнь входит. Сто процентное излечение. Как это так? Ты же не маленький. Сколько вам лет? Ой, мне почти 30. Ну по 30. Ну еще куда же лезть это? Это не просто так. Это смертельные грехи. Во-первых, куришь, ты сокращаешь свою жизнь на 13 лет. А блудишь, блудники, они даже в церковь не должны заходить. А не то, что нам причащать. А кто же вас так причащает? И вы на исповеди не бываете разве? Вот сегодня был. А вы сейчас-то трезвый? Да, да. Сейчас трезвый. Когда последний раз выпивали? Ой, сейчас скажу, ну 3 дня назад. Ну ладно, протрезвился уже. Наркотики им к ним не балуешься? Нет, нет, нет. Вас Андрей звать? Да, все правильно. Ну еще что ты так это делаешь? У тебя одна душа, один раз живем на земле. Ну зачем эту грязь собирать на себя? Притом это делать надо сразу. Вот сейчас хочешь вместе помолиться? Да. Я буду молиться, если сейчас еще у меня тут брат зайдет. Так, подожди-ка. Иди, скорее. Давай сюда, иди. Кошка тут в подпола лежит. Вот, я в конце скажу аминь. Если вы согласны, скажите аминь. Чтобы эта молитва была вашей. Хорошо. Мы попросим Бога. Так. Минутку подождите, кто звонит-то? Андрей Малахов. Тоже Андрей звонит. Видишь, только начали разговаривать, уже человек идет. Так. От меня какая вам польза нужна? Скажите, а вот что бы вы мне посоветовали? Ну, если я был вообще из дома... Мы с вами уже встречались, нет? Ну, мы, да, виделись. Год назад, по-моему. Давайте помолимся, я сразу отойду. Ага. Боже милости, будь мне грешному. Создавь имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, возри на этого Андрея, запутавшись в грехах, как птица в тенетах. Не дай ему погибнуть в этом состоянии, дабы душа его не была похищена навеки для огня вечного. Дай ему истинные слезы раскаяния. Только Ты знаешь, Господи, как это сделать. Мы уповаем на милость Твою, ибо Ты умирал и за него проливал причистую кровь. Он также ценен для Тебя, как каждый человек, родившийся на земле. Ты, Господь, не любящий грех и ненавидящий его, но призывающий всех на первый же шаг положить, немедленно раскаяться во грехе и отстать от него. Тебе, Господи, слава за Твоё долготерпение. Хвала Тебя, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 А вы в храм-то ходите, вы рукой-то креститесь, нет? Да, да. А чего сейчас не молились? Почему? Ну, как я, я как, я по церковным, давай три, отче наш вместе прочитаем. Отче наш, крестик рукой. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Так, у тебя дома-то какая выпивка-то есть? Ну, вот чай сейчас пью, чай. Всё, разбей, выброси. К бороде не прикасайся, бритву выброси. Бритва не должна касаться лица, это преступление. Это сектанты, баптисты, они могут бриться. А мы не можем это делать, мы православные. Вера православная самая чистая должна быть, небесная. Янадий Стехнович, у меня такой вопрос. То есть, а когда я теперь могу в храм сходить? В храм ходи, хоть сегодня, хоть завтра. Не причащайся, на исповедь сходи и всё. Ни под каким видом не причащайся года три. Минимум три года. А говорят то, что... Так, всё, я сказал, мне перекидываться некогда, я сказал и всё. Если ты это не сделаешь, больше мне не звоню. У меня нет времени тут болтать языком. Я сказал определённо, бритву выбрось, водку что есть разбей, табак выбрось, в рот не бери. Сдвинься первый час. Тебя сегодня арестуют, если посадят. Ты в тюрьме не будешь пивать, курить. У тебя нет ничего. Сразу научился. Значит, надо на тебе ярмо надеть. Чё ты не мужик расквасился? Да разве можно так делать? Это тело Бог дал тебе, Бог. А ты его так тратишь. И никому женщине не подходи, не звони, не разговаривай. Вообще лучше не звонить, ничего. Ну вот смотри у меня какая кошка-то, глянь. Вот подбежала какая, видишь? Да, красивая. Пушистик. Паля, беги, гуляй. Так, Андрюша, всё у меня. С Богом. А через часик могу позвонить? Посмотрим потом. Так, я тебе сейчас все материалы ещё раз скину. И ты смотри, какое время ко мне можно подходить. И когда у нас молятся, сейчас попроси, чтобы тебя приняли молиться с нами каждый день. Вот что сейчас скину, просчитай всё. И там в сайт, и в сайт зайди. Там тысячи вопросов, которые я студентам в университетах отвечал. Этот день должен быть поворотом. Ты сейчас просто, ты с кем живёшь сейчас? Женатый, нет? Я один. Один? Выкинь всё, что сказали это. Наведи полный там... А почему чай, вы говорите, выкинуть? Это же не вредно. Выкинь, выкинь, который табак, там что есть, всё. Я отошёл, с Богом. Нет. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok